Я нифига не понимаю, что за тени я выбираю. С маркуевым маслом, конечно же. Тоже мне новшество. Неожиданно, Lime Crime выпустил Color Popovich. Представляете? Тени, а где, собственно, тени? Неужели нельзя было сделать фото, чтобы что-то там сияло без всякого мусора? Кто бы мог подумать. Это просто финиш какой-то уже, какой финиш? Всем приветики, с вами Мари и новый выпуск «Купить или забить», где мы с вами, как обычно, обсудим новинки косметики и поделимся своими планами на «Купить» и на «Забить». Так что очень жду ваших мнений в комментариях. Пишите обязательно, что вы хотите купить и на что забить, и на что хотели бы увидеть обзоры от меня. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал и включайте оповещения. И давайте обсудим уже новиночки. И начну я с рубрики «Весенние палетки». Симпатичный и романтичный кочевник вышел у Beech Cosmetics. Как по мне, по свотчам хороший бюджетный вариант на весну. Правда, свотчи у Трандмут сильно отличаются от того, что на сайте. Как и сама палетка, которая на сайте почему-то вообще какая-то зеленая. И вместе с кочевником Beech Cosmetics сделали еще одну весеннюю яркую уже красотку. Под названием «Яркие цвета». И вот ее я не хочу, потому что по большей части она рыжая, если загородить синий, голубой и зеленый. Стоимость каждой новинки 12 долларов и купить уже можно на официальном сайте бренда. Прямая доставка в Россию оттуда есть. Рубрика «Никогда такого не было и вот опять». Никогда такого не было и вот опять рыжая палетка от Melt Cosmetics. Пока ни свотчи, ни инфы о стоимости дате выхода нет. Есть только фото самой палетки. И хотя мне нравится Melt, и эта палетка мимо меня. Потому что рыжая. Никогда такого не было и вот опять. Визиарт выпустили очередную мини-палетку уже с яркими апельсиновыми и парой розовых. Мне неинтересна она ни по оттенкам, ни по качеству. Уже есть у меня мини-палетка их и качество там меня вообще никак не устроило. Сделала я ее макияж всего лишь один раз. И больше из этой серии палетки Визиарт покупать не собираюсь. И это в моем случае выброшенный на ветер 30 баксов. А купить новинку, как и другие мини-палетки и не мини-палетки Визиарт можно уже на Бьюти Лишь. Никогда такого не было и вот опять. Сигма 19 марта станут продавать еще более рыжую палетку. Глядя на которую, у меня впечатление, что оттенки в ней повторяются. Ни свотчи, ни стоимости пока нет. Никогда такого не было и вот опять. Очередная рыжая палетка вышла у Sleek, в которой есть целый один фиолетовый. Вместе с ней у бренда вышел жидкий хайлайтер для загорелых дам и палетка хайлайтеров. Купить все это уже можно на официальном сайте бренда. Стоимость палетки теней 9 фунтов. И я на нее забью. Рыжих мне и так предостаточно. Хайлайтеры тоже мимо меня по оттенкам. И стоимость палетки 10 фунтов, а жидкого хайлайтера 7. А вот новая палетка теней от Uomo, которая на первый взгляд может показаться похожей на палетку Sleek, мне рыжей не кажется. И ее я хочу попробовать. Как и их помады, оформленные блестками. Интересно, блестки там только для красоты на поверхности помады? Или и на губах они будут все время использования? The Black Magic Carnival Collection продается уже на официальном сайте бренда. Стоимость палетки 44 доллара, помад по 26. Еще в коллекции бронзер для лица и тела в двух оттенках, стоимостью по 35 долларов. И 4 вида разных накладных ресниц. Рубрика «Нюдовый нюд». KKW 20 марта выпустит новую коллекцию Classic 2. С одноименной палеткой теней за 45 долларов, 11 новыми глоссами по 20 и наборами из них же. Свочи пока нет, по фото вроде бы палетка не выглядит рыжей, хотя она на всех фото разная. Свочи пока нет, поэтому пока она попала в эту рубрику. Но, как мы с вами уже знаем, к ним верить по фото палетки и свочей нельзя. А тут все совершенно разного цвета везде. Пока собираюсь забить, но кто его знает, что будет, когда появятся реальные свочи и обзоры. Рубрика «Коллаборации». Morphe сделали свою первую коллаборацию с певицей. В ней разноцветная палетка теней с 24 оттенков, трио блесков для губ, сеттинг мист для лица и набор кистей. Коллекцию можно будет купить 20 марта на официальном сайте Morphe. И мне реально понравилась палетка. Пока, правда, я не видела каких-то живых более-менее свочей. Но подборка оттенков классная, и я бы купил, но посмотрим, что будет, когда выйдут живые свочи и желательно обзоры. Японские косметический бренд Shu Yemura и модный бренд Anitsuka Tiger наколлаборировали совместную коллекцию косметики. За модное оформление в которой, конечно же, отвечал Anitsuka Tiger. И в этот спортивный дизайн я просто влюбилась. Чего не могу сказать о наполнении. В коллекции две палетки теней, помады и другие бьюти-штуки, из которых мне особенно понравился карандаш. Который похож на мой карандаш, который я точила ножом, потому что не нашла точилку. Хочу палетки, помады и кроссовок с керлера для ресниц. Купить все это можно будет 1 мая на официальных сайтах брендов. Letal Cosmetics совместно с вот этой дамой наколлаборировали палетку за 39 евро. Две помады по 16 и блеск за 15. Палетка симпатичная, но пробовать этот бренд я не буду. У всех свои тараканы, я не буду ее пробовать. И палетки с соответствующим названием других брендов. Потому что у меня вот такие таракашки. Вдаваться в подробности не хочу, потому что боюсь у вас испортится настроение. У Colourpop 19 марта выходит совместная с Disney коллекция, посвященная Mulan. В ней будут палетка теней в рыжей гамме за 22 доллара. Набор из трех помад за 25 долларов, каждую из которых можно будет отдельно приобрести по 9. Двое румян по 10 долларов. Набор для лица и губ за 16. И мне очень-при-очень-при-очень понравилось оформление. И все, поэтому покупать не вижу смысла. Офра 16 марта в коллаборации с Mark Beauty World выпустят хайлайтер. Румяна двушку из матового и шиммерного оттенков. И двушку бронзер тоже из матового и шиммерного. Все это добро по 35 долларов. И еще набор из матовой и глосс помад за 27. Купить можно будет на официальном сайте Офра, и я забью. Пуа, пьюа, пур косметикс. Фиг знает, как оно произносится. В общем, пур косметикс заколлаборировали с троллями и выпустили 6 лимитированных палеток по 18 долларов. По сводчам я влюбилась сразу в 4. Надеюсь, что сводчи достоверны. Только вот любовь, походу, останется безответной, к сожалению. Потому что не то, что купить с официального сайта это все невозможно, если вы живете в России. Но даже зайти через российский айпишник туда нереально. Есть у меня малюсенькая надежда ухватить эти палетки в коробке Trend Mood, которая пока неизвестна, когда выйдет, и полный состав ее тоже на данный момент неизвестен. Но вероятность покупки очень мала, потому что сразу их сметают просто за секунды. У меня еще не получилось купить ни одну коробку Trend Mood. Плюс, если вы захотите тоже купить какую-то коробку Trend Mood, у них пока нет доставки по миру, есть доставка только исключительно по Америке. Если вы живете в другой стране, чем Америка, то заказать коробку Trend Mood вы можете только на адрес посредника, в Америке которой. Помимо этих палеток для глаз, в коллекции вышла трешка для лица и блеск для губ. Такой набор стоит 28 долларов. Revlon совместно с Эшли Грэхом уже создали летнюю коллекцию. Tropical Vibe, в которой два набора из странной палетки для глаз и лица, и помады-хайлайтеры для губ в двух оттенках. Ну, в каждом наборе по одному. Палетка эта мне напоминает палетку Stellar, которая просто никакая. И по оттенкам, и по качеству, и вообще не переносится на века. Я понимаю, что здесь пигментация может быть другая, но сама подборка оттенков, особенно верхних для глаз, меня просто поражает. Мне она кажется более чем странной. Стоимость набора 25 долларов. Купить уже можно на официальном сайте бренда, я забью. Рубрика «Тени», а где, собственно, тени? И в ней новая палетка Victoria Beckham, которая выйдет в марте. Бренд говорит, что в ней будет новый сатиновый финиш, 4 шиммерных бронзовых оттенка и золотой. Видимо, этот новый финиш предполагает, что теней на веки не будет от слова совсем. Ну, судя по этим фото, я, конечно же, забью. Я вообще не поняла, где там тени, и, блин, что это, и зачем изобретено тоже. Рубрика «Космические упаковки». Совсем недавно ко мне приехала пилюля от Shugapil, которая вышла тоже совсем недавно. Как бренд сделал новую пилюлю. На этот раз в каких-то осенних оттенках. Весеннего позитива ей добавляют только желтый, зеленый и салатовый. Стоимость новой таблеточки 42 доллара. Дата выхода пока неизвестна, но мне она и не важна, потому что ее я не хочу. А на первую пилюлю скоро будут первые впечатления. Рубрика «Садовая феечка». Неожиданно Lime Crime выпустил Color Popovich. И если бы я не знала, что это Lime Crime, то и по продуктам, и по сводчам, и по упаковкам подумала бы, что это Color Pop. Попробовать что-либо из этого у меня желания не возникло. Супер шоки я могу купить и у Color Pop, с качеством которых знакомо, и оно меня устраивает, радует, и я его люблю. Да и зачем мне супер шоки по 16 долларов, когда могу купить их по 6 и выбрать те оттенки, которые хочу я? Потому что в Color Pop просто шикарнейший выбор. Хайлайтерами для тела я не пользуюсь, да если бы пользовалась, то розовый и зеленый мне вряд ли бы подошли. Они по 25 долларов. Что же касается блесков для губ с блестками, мне они неожиданно понравились у Jeffree Star. Стоимость такая же, 18 долларов. Так что если мне захочется блестящих блесков, я куплю у Jeffree Star. И у меня вопрос. Зачем бренд создает продукты, так похожие на другой бренд? Ведь у него же когда-то была своя индивидуальность. Куда все делать? Рубрика «Жидкие тени». Стила выпустила новые жидкие тени-двушки в 12 оттенках. С одного конца не матовые, с другого глиттерные. Купить пока что можно только на официальном сайте по 24 доллара, но я уверена, что скоро они появятся везде. И мне их что-то не захотелось. А вам? Глоссия же сделал жидкие тени с пудровым финишем. Это просто финиш какой-то уже, какой финиш. Оттенков 7, каждый стоит 18 баксов. И по промо-фотам мне их совсем не захотелось. И визуально мне так кажется, что они сушат и состаривают века. Ну, как минимум визуально. Линда Халберг выпустила новый универсальный жидкий продукт под названием «Интерстеллар», который имеет разный финиш в зависимости от нанесения. От легкого прозрачного глиттерного топера до супер-мега-золотых теней. Этот продукт, как говорит Линда, можно применять везде. На глазах, губах, лице, да хоть заднице. Оттенок всего лишь один, стоит он 32 доллара. И я забью, не вижу в нем смысла за эту цену, тем более нет каких-то других оттенков. Рубрика «Румяные щечки. Блестящие скулы». Revlon выпустил новый хайлайтер и бронзер призматики с необычным оформлением. Купить уже можно на Альте за 12 долларов. Фэнти 17 апреля запустит новую коллекцию для лица из бронзеров и румян. Будет 10 оттенков кремовых румян по 20 долларов и 7 оттенков кремовых бронзеров по 32. И это все мимо меня. Терпеть не могу кремовые румяны и бронзеры. Плюс пока еще под неприятным впечатлением от теней Фэнти. Пока с меня хватит ее. Шарлот Тилбровна пополнила коллекцию Pillow Talk The Beauty Light Ones'ами в двух оттенках. Это такие сияющие кремовые продукты для лица, которые я бы назвала кремовыми хайлайтерами. Хотя некоторые по оттенкам больше напоминают кремовые сияющие какие-то румяна. Пока купить можно на официальном сайте бренда, но если вы в России, то ничего у вас не получится. Но думаю, что очень скоро новинка появится и в других магазинах, и стоимость ее примерно 38 долларов. Наташа Диноновна сделала иллюминирующий кремовый стик для лица с экстрактом лича в трех оттенках стоимостью по 38 долларов. Забью по той же причине, что и на Фэнте. Нечто похожее сделали в новой весенне-летней коллекции Марк Джейкобс. В линейке Кокос бренд сделал бронзирующий кокосовый стик для тела в трех оттенках по 39 долларов. И еще мини-сет хайлайтеров и праймера за 36 баксов. Точной даты выхода пока неизвестно. Палетку Драма Квин для лица сделали Ким Чи Чик Бьюти. И это какой-то бьюти-бомб по упаковке. Стоимость палетки 18 долларов купить уже можно на официальном сайте бренда. Я не хочу. Палетка ни о чем, бренд сомнительный, и я удивлена, что эта штука появится скоро в новой коробке Тренд Муд. За Эво сделали запеченные хайлайтеры в трех оттенках по 26 долларов с офигительнейшим оформлением. По сводчам я понимаю, что мне не подойдет ни один, поэтому хотелку включать смысла нет. Также у них вышел новый консилер в 30 оттенках по 19 баксов. Тоже пока его не хочу. У Бенефит вышло множество всего для лица. Во-первых, большая новая палетка для лица с румяными, бронзерами, хайлайтерами. На любой вкус и цвет, и стоимость ее 60 баксов. Далее, мини-палетка с частью оттенков из этой большой. Стоимость мини 30 баксов. И также однушки повыходили, опять же, из этой большой палетки по 17 долларов каждая. Жуя косметик, сделали новые палетки-двушки румян в двух вариациях. И новый продукт для губ, увлажняющая масса. Только вот стоимость всего этого и дата выхода пока неизвестна. Милане выпустили коллекцию из трех дуахромных хайлайтеров по 11 долларов. А также три жидких топера для глаз по той же цене. И три блеска для губ по 9 баксов. Хайлайтеры так и манят, но очень хочется сначала увидеть живые сводчи. У Революшн в новой стеклянной коллекции вышли в потрясающих упаковках просто продукты. Во-первых, это хайлайтеры в трех оттенках по 10 долларов. Вот они меня больше всего привлекли по внешнему виду. Во-вторых, две палетки теней по 15, блеск для губ за 7, иллюминирующая сыворотка праймер за 10, увлажняющий праймер за 12 и два сеттинг спрея по 11. Палетки теней по мне никакие, но вся коллекция мне безумно понравилась, но только упаковками. А из-за упаковок я косметику как-то, ну только из-за упаковок я ее особо не покупаю. Рубрика «Сочные пельмешки». Пока неизвестно, когда точно, но точно скоро Make Up For Ever порадует нас новыми помадами Rouge Attest в 60 оттенках с разными финишами. И я пока не знаю, в чем фишка этой помады, кроме странной упаковки. Рубрика «Спрячь мешок, замашь синяк». Всем вам известный бренд декоративной косметики Tarte выпустил новую уходово-декоративную косметику Powered by Maracuja. С маракуевым маслом, конечно же. В ней увлажняющий крем с тинтом, как я понимаю, это просто легкий тональный крем. Он обещает одновременно быть незаметным на лице и ухаживать за ним гиалуронкой, маракуей, алоэ и веганским коллагеном. Выброс 20 оттенков, стоимость 29 долларов, но, судя по этим сводчам, крем блестящий, не заметить блеск на лице, мне кажется, невозможно. Далее, в коллекции маракуевый сеттинг-спрей, который и увлажняет, и продлевает стойкость вашего макияжа до 12 часов, и еще стоит он 23 доллара. И плюс к этому всему, Tarte выпустил еще масло-блеск маракуевый для губ, стоимостью 15 долларов. И я на все забью. У Benefit случилось еще одно пополнение в семействе Hello Happy тоном Velvet Powder. Он содержит SPF 15, выброс 12 оттенков, а дат выхода пока неизвестно. Пока могу сказать, что такой формат не люблю и считаю его супер-негигиеничным. Too Faced решили всех удивить новым консилером в странной для консилера упаковке. Бренд заявляет, что он водостойкий, некомедогенный, стойкий до 14 часов. И супер-бонус, этот консилер для идеального покрытия можно наносить не только кистью, но и пальцами. Представляете? И это прям что-то новенькое, я бы никогда не додумалась так делать. Называется, когда нечего сказать, можно и про пальцы наговорить. То же самое, что если нанести одну помаду легонечко, будет один эффект. А если толстым слоем, то будь другой. Охренеть! Кто б мог подумать? Рубрика «Коробки красоты». И в ней, как обычно, трендмудовские коробки. Их целых две, точнее полторы, пока полный состав одной из них неизвестен, поэтому смысла говорить о ней не вижу. Все, что знала, уже сказал на протяжении этого видео. А состав второй известен. 12 марта трендмуд выпустили новую коробку, первую в своем роде для трендмуд. Ее разница с предыдущими в том, что в предыдущих в составе была как декоративная, так и уходовая косметика разных брендов. А это косметика одного уходового бренда Оли Хенриксон. В боксе пять средств этого бренда. Во-первых, это новая сыворотка с витамином С, которая появится в продаже 27 марта только. И будет она стоить 65 долларов, то есть больше, чем вся вот эта вот коробка трендмуд. Коробка стоит 59 баксов. То есть одно это средство уже окупает стоимость всей коробки. Далее в ней праймер, крем для глаз, тонер с ахак кислотами и маска для сужения пор. Эта коробка мне неинтересна, я на нее забила 12 марта, а вот новая пока интересна, потому что там будут палетки с троллями, но что там будет еще, пока не знаю. И когда она выйдет тоже. Рубрика «Новый бред», то есть бренд. Бренд купальников и других женских одежд по типу Виктория Сикрет, Франкис Бикинис запускает свою линию косметики. И начали они с продуктов, скажем так, для украшения загара. Это кремовый Глоу Тин за 28 долларов, который выглядит как помада для губ, но позиционирует его как средство для губ, для глаз, щек и других мест. Далее Глоу Мастюрайзер за 40 долларов обещает нам увлажнить кожу и придать ей естественное перламутровое сияние. Только вот я не понимаю, зачем на промо-фото у девушки на лице какие-то непонятные штуки, похожие, как будто она забыла смыть пилинг-скатку. Наверное, это песок, но это было бы логично. Но неужели нельзя было сделать фото, чтобы что-то там сияло без всякого мусора? Еще они сделали Глоу Мист для лица за 36 долларов. Бренд говорит, что он увлажняет, восстанавливает и освежает. Купить все это уже можно на официальном сайте бренда, я забью. Рубрика «Декоративный уход». Кулио Косметикс выпустили прозрачный крем-санскрин с SPF 40, который не оставляет белых разводов. Тоже мне новшество. Пока стоимость и дата выхода неизвестна. Рубрика «Новые продукты». Анастасия Баверли Хиллс выпустила новый продукт, тушь объемную. Я не знаю, как ее хотеть, потому что информации о ее стойкости нет. А я хочу стойкую тушь, увеличивающую всю, а не только объем. Желательно еще и титьки. Стоимость новинки 25 долларов, и я готова отдать такие деньги, но только за тушь, которая будет меня устраивать по всем параметрам. Поэтому забью. И снова Кулио Косметикс, которая предоставила возможность взрослым тетям вернуться в детство и поиграться в конструктор. Однушками теней. Теперь мы с вами можем составить свою собственную палетку теней бренда из 12 оттенков, матовых, металликов и сатинов. Стоимость данного конструктора 45 долларов, и идея по мне классная, но если бы однушки, можно было купить поштучно. Мне, например, не нужны сразу 12 оттенков теней Кайля. Плюс как выбрать тени на ее сайте непонятно, потому что свочей нет, а по вот этим вот картинкам я нифига не понимаю, что за тени я выбираю. Особенно порадовал выбор сатинов. Их так много, что даже не знаешь, что и выбрать. И завершить это видео я по традиции хочу рубрикой Colourpop. О части новинок Colourpop я уже рассказала. И помимо Mulan у Colourpop вышла новая коллекция Mouth. И это просто любауф. Я прям влюбилась, но почему-то до сих пор не купила, прозевала. Коллекция уже полностью вся. Недоступна на сайте. Можно купить по отдельности в данный момент палетку теней, набор из супершоков и так далее. В общем, в этой Mouth коллекции супер красивая по оттенкам палетка. Набор из двух симпатичнейших супершоков. Один из которых мне прям вау, как понравился. Посветлее который. Две жидких помады Luxe Gloss и двое прессованных румян. Вся коллекция, как я уже сказала, мне очень понравилась, но я ее почему-то прозевала. Надо купить хотя бы по отдельности. И стоимость всего этого стандартная. И еще Colourpop навыпускал спонжей для мейка в пяти разных оттенках и разных формах. Стоимость за штуку 7 долларов, а набор из пяти стоит 20. Правда, тоже в данный момент его нет в наличии, но, наверное, когда-то появится еще. Мне интересно попробовать эти спонжи, потому что если они по качеству такие же, как Beauty Blender, что совсем не факт, конечно же, то зачем платить больше? Ну и еще, пока я снимаю это видео, появилась новость о том, что Менеджери Косметикс 21 марта порадует нас новой палеткой. Пастельной, очень красивой. Не знаю, что там будет с качеством, но потому что я вижу сейчас на фото самой палетке фото с вочи, я ее прям очень хочу. Она так и называется, Pastel Pup. Стоимость палетки будет 34 доллара, и пока я хочу купить, а вы? На этом все. Возможно, до выхода этого видео в эфир, до того времени, как вы его увидите, что-то еще новое появится, ну, от этого никуда не деться. Пишите обязательно, что вы думаете обо всей косметике, о которой я сегодня рассказала, а также о другое, о которой, возможно, забыла или не знаю. Делитесь тем, что вы хотите купить, а на что забить обзор, и на что от меня хотите видеть. Я повторяюсь, но да, для меня это очень важно, потому что именно от того, что вы хотите видеть на моем канале, будет зависеть, что я буду обозревать. Желаю всем солнышка, отличного настроения, классной, качественной косметики, скорейшей весны и денежек на покупки этой самой косметики. Пока-пока!